Госсовет Чувашии большинством голосов принял бюджет республики на 2018 год и плановый период до 2020 года. Напомним, после нескольких лет перерыва казна вновь рассчитывается на три года вперед. Чем еще главный финансовый документ Чувашии отличается от предыдущих и как оценивают его парламентарии в нашем сюжете? Таким образом, с учетом доведенных до нас сегодня межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, доходы республиканского бюджета на 2018 год предлагается утвердить в общем объеме 43 миллиарда рублей, на 2019 год по объеме 38,6 миллиардов, на 2020 – 40 миллиардов рублей. С учетом этого, расходы на 2018 год запланированы в объеме 42 миллиарда 957 миллионов рублей, что в целом на уровне 2017 года. Министр финансов подробно остановилась на всех статьях расходов. Как обычно, самая большая из них – образование. Только в следующем году отрасль может рассчитывать на 12,5 миллиардов рублей. На поддержку инвалидов, малоимущих, других льготных категорий будет направлено более 6 миллиардов рублей. Чтобы не запутаться в цифрах, скажем, все основные направления финансируются с увеличением. Светлана Янилина отметила, тактической задачей 2018 года, как и предыдущих пяти лет, является выполнением майских указов президента Владимира Путина. Особое внимание будет уделено обеспечению показателей достижения индикаторов роста зарплаты работникам бюджетной сферы. Повышение зарплаты указанным категориям работников бюджетной сферы будет осуществляться поэтапно, в соответствии с установленными индикативами и с учетом изменения размера средней зарплаты по экономике. Частично мы распределили по направлениям 800 миллионов рублей. Также на эти цели в 2018 году предусмотрены средства в резервном фонде Чувашской республики. Возрастут объемы безвозмездных вливаний с федерального бюджета. Только дотация на выравнивание межбюджетных отношений увеличится на 12 с лишним процентов. Таким образом, правительство России оценило работу Чувашия по сокращению госдолга. Сегодня он составляет 12 миллиардов рублей и в течение ближайших трех лет должен уменьшиться еще на 5 процентов. Соответственно, сокращаются расходы на его обслуживание. Кроме того, дополнительные финансовые силы республике придает и решение главы государства о реструктуризации долговых обязательств. Вместо 4,5 миллиардов рублей в следующем году Чувашия должна вернуть около 350 миллионов. Конечно, положительная инициатива здесь, федерального центра, это однозначно надо поддерживать. И вообще та тенденция, направленная на замещение коммерческих кредитов, которые есть у регионов, бюджетными кредитами, а тем более вот такие возможности, их надо использовать. Я считаю, что республика должна это использовать для увеличения решения социальных вопросов. Именно такие социальные направленности, это очень важно, понимаете, очень важно, где именно особенно в здравоохранении, образовании. Конечно, может быть где-то обязательно надо и льготникам, и льготников не забывать. Это, конечно, очень большое пособие. Однако поводов для споров тоже хватило. Самое главное, где взять деньги на выплату за третьих детей, родившихся в 2017 году. Со следующего года, напомним, республика вновь будет получать средства из федерального бюджета, но младенцы этого года остаются обиженными, настаивала оппозиция. Интересно, а есть в этом зале хоть кто-то, кого эта проблема не заботит? Обратился к коллегам спикер Валерий Филимонов. В августе 2016 года, помните, письмо написали в адрес председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева со своими заботами, то, что в отношении детей. Есть предложение, давайте мы подготовим такое письмо, обращение в адрес, наверное, и Государственной Думы Российской Федерации, и в адрес председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. В целом же, по мнению большинства парламентариев, бюджет 2018 года и на плановый период до 2020-го вполне рабочий. Сам бюджет понятен, и вектор направления его задан, и понятен, конкретен. Есть, конечно, всегда что добавить, с чем можно согласиться, с чем нельзя согласиться. Бюджет на 2018-й год и плановый период до 2020-го в первом чтении принят. К его рассмотрению депутаты вернутся 30-го ноября, а окончательно параметры казны должны утвердить до 4-го декабря. Документ очень даже рабочий, и то, что его сегодня принимаем и сегодня обязаны принимать, это прежде всего для того, чтобы бюджет заработал прямо с 1 января. Чтобы главные распределители бюджетных средств, главные получатели и главные потребители бюджетных средств могли уже в декабре распланировать, если надо проводить конкурсные работы на ремонтную и строительную работу, уже к этим конкурсным процедурам уже провели эти конкурсные процедуры, а так, чтобы работники, получающие заработную плату из бюджета, вовремя получали заработную плату. В общем, бюджет нужно принять вовремя, что сегодня было и сделано в первом чтении. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика.